В Якутске жители дома по улице Рженикидзе 25 бьют тревогу. Каждый год с наступлением весны их дом подтопляет талыми водами, стекающими из необустроенных водоотводных путей на улице. С каждым днем вода все прибывает. Жильцам приходится ходить в сапогах по собственным квартирам. С жильцами дома встретилась Сарглана Федорова. В редакцию позвонил житель дома на Рженикидзе 25 Павел Бубякин. Мужчина рассказал, что его дом находится в плену талой воды. Он подал заявку в управляющую компанию «Юнион» еще в начале недели. Но хозяйственники до сих пор не предприняли никаких мер. А совсем недавно вода затекла в квартиру. В комнатах огромные лужи. Жители переживают, что и без того ветхий дом в любой момент может рухнуть. Плюс еще талые воды идут. От помойки, туалета, со двора все стекает под наш дом. То есть получается со всех сторон у нас талыми водами и стопило. Помимо этого, каждое лето и осень после дождей двор превращается в одно большое озеро. Жильцам приходится добираться до подъездов по самодельному мостику. В диспетчерской службе управляющие компании разводят руками. Ссылаются на промерзшие канавы, которые должна распаривать управа округа. Без этих работ ставить насосы бесполезно. Оттайки очень много, машин не хватает. Но сегодня с утра уже ребята там были. Мне пока не отчитались, что они там сделали. Очень много у нас затопляемых. У меня за один час набирается шесть домов, которые вообще сильно утонули. Жильцы жалуются, что условия проживания в доме нечеловеческие. Находиться в нем не только неприятно, но и опасно для здоровья. Вот мы, получается, мучаемся. Зимой холодно. Туалет на улице. Инвалид в первой квартире тоже заработала. Попова Зоя Алексеевна. У него сейчас почки отказали. И с трудом ходит. Вот тоже из-за этого холод. Если хозяйствующие органы не начнут действовать, то жильцам, скорее всего, придется еще долго ходить в сапогах по своим квартирам. Ведь еще не все успело оттаять. А впереди первые дожди. Сарглана Федорова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.